Синичка, Зинька, выпуск будет Зиньки. Мы всех синичек в детстве называли Зиньками, потому что у Бианки был рассказ про синичку Зиньку и синичку Зиньвера. Ай, из-за этого? Да, и у нас называли синички все Зиньки. Вот такое место жительства. Много-много лет синичкой или какие-то ее потомки в двери оленятника. Там такая полная дверь, и она синичка забирается на ночь. У них есть такое местечко, где они спят ночью. Они же не на ветке сидят. Им важно место. Даже когда мы в клетках ловились, вот динчика держали, они там, не знаю, были ли спать на жердочке, а на полу. И мы им сделали гнездышки, насколько я помню. А синичка, они вот летом вдвоем выводят птенцов, а потом... Потом мотаются штайкой. Не, они живут не по парам, да? Нет, не по парам. Это в Азоревке живут все время вместе две. И территориальные, а синицы... И спят вдвоем в норке в этой... Не знаю, насчет вдвоем или не вдвоем, но они держат вдвоем и вместе дерутся с синицами большими, например. А большие синицы, они держатся группой, но там, по-моему, нет никаких вот особенностей. Мне просто интересно, вот эти вот, она находит дупло, он там один спит, да, синич? Ну да, это ополовнички спят целой кучкой, так вот сбиваясь с хвостиками. В дуплах или на веточках? Нет, на веточках. Половник спит, за уголки спали под крышей. Под крышей зернохранилища, среди плети на тылам девичьего винограда, они садились вот так вот в рядочек. И получалась такая вот мохнатая гусеница с разными стороны дочащими хвостиками. И каждый обнимал соседа так вот как-то крылышками пушком. Боже, я так хочу посмотреть, как корольки спят. Ну вот, хорошее местечко, вон там какие-то сады. Я повесю, Милюка. Давай напомни, несящий морс. Сейчас руку откусят. Что, Арсений мне? Да, у меня же. Рассказано. Маленькая синичка. Давай, начинай, вылетай. Там жива? Жива. Выше, выше, быстрее, выше, сильнее. Она говорит, фуф, ну и дела. Я забуду все это, как страшный сон. Вон она там где-то, ой, трещит. А нога, ази, ази. Сваник зовет. Ну вот. А потом там уже какой-то чужой синиц завелся. Ну я думал, что ей синиц хоть, зажрався, объев всех ее запасы. Он неделю только у меня жил. Сейчас прогонит всех, он очень наглый. Ну да, я кушаю доста. Получил от глистов подарочек. Значит, у него эти шансы значительно повысились в глистов. Он ест теперь все в себя, а не в глистов. Ах, удовольтенький был. Расскажи что-нибудь еще про синичку. А что про синичку? Мне в детстве хотелось завести птичку, а мне там не покупали. И я ловил их какой-то самодельной птицеловкой на балконе. Но я понимал, что я не могу их держать долго, потому что у меня же нет насекомых. А на одних семечек я знал, что нельзя держать. И я через день-два их выпускал. Продолжение следует...